Очень жаль. Иногда хочется плакать, потому что планы были, конечно, грандиозные. Со слезами на глазах, дрожащим голосом Татьяна Медведева говорит о своей однушке. На скорый переезд нет даже маленькой надежды. На полу кирпичи, в углу деревянные поддоны, повсюду куча мусора и строительных материалов. Квартиру семья купила еще пять лет назад. Вложила в квадратные метры все накопления, материнский капитал, взяла ипотеку. Заселиться должны были в 2018-м. Но в ООЗ и ныне там сроки постоянно сдвигаются. Мы живем со старенькой мамой, потому что в свою квартиру ехать не можем. Платим за нее деньги. И для меня даже те деньги, которые платятся за эту квартиру, они достаточно серьезным временем ложатся. Это для меня очень сильный удар и моральный, и финансовый. То, что квартира на данный момент не сдана. В таком же положении около тысячи человек. Здесь на караульной четыре кирпичных долгостроя. У жильцов уже сдают нервы. Вот и сегодня, говорят люди, застройщик, уделив им всего пять минут, поспешил удалиться. А самый главный вопрос, когда сдадут дома, так и остался без ответа. Он провел собрание, уехал на встречу какую-то. Стройка словно замерла месяц назад. Рабочих здесь не видно. Надежды встретить Новый год в собственных квартирах снова рухнули. Вот сюда ездим, можно сказать, чуть ли не каждый день. В надежде, что когда-то это все построится. Бедные, несчастные люди получат свои квартиры, но что-то никаких продвижений нет. Дольщики не раз обращались за помощью, но безрезультатно. В Минстрое говорят, застройщик под следствием счета арестованы. Но если в ближайшее время активы не разморозят, есть запасной вариант. Край будет инициировать банкротство компании с тем, чтобы решить проблемы обманутых дольщиков через Федеральный фонд защиты дольщиков. Наблюдательный совет принимает решение либо о выплате компенсации людям в размере не менее, чем они заплатили по договорам долевого участия, либо о достройке. На процедуру уйдут месяцы. Все это время стройка будет заморожена. Так что получить ключи от своих квартир жильцы смогут в лучшем случае в следующем году. Екатерина Любим, Иван Дорофеев, Енисей. Новости.